23 декабря прошло торжественное подведение итогов конкурса детского художественного рисунка «Коррупция глазами детей», приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, организованной прокуратурой Ниньского округа. Конкурс был организован в двух возрастных категориях – от 7 до 11 лет и от 12 до 16 лет. В каждой возрастной группе было две номинации – «Лучшее художественное оформление» и «Оригинальный рисунок». Вот когда прокуратура создавалась, а прокуратуре уже будет через два года 300 лет еще царским указом Петра Первого, то тогда Петр Первый уже говорил, что прокурор, как Ока Государева, в том числе, он должен смотреть и надзирать за мздоимством теме этой очень много лет. И мы хотели посмотреть, как у нас глазами детей выглядит коррупция в Ниньевском автономном округе. Всего на конкурс заявилось 184 участника. И, как признались организаторы, выбрать лучшие работы из них было достаточно сложно, ведь дети искренне верят в неприятие зла и ответственно подошли к выполнению задания. «Коррупция – это взяточность, в какой-то степени обман, вранье, нечестность. Это зло. Я решила участвовать в конкурсе, потому что хочу, чтобы люди понимали, что так поступать нельзя, что это все равно добра не доведет». Конкурсы для детей – это лишь малая часть работы по правовому просвещению, которую проводят сотрудники прокуратуры Ниньевского округа. «В следующем году мы также продолжим эту работу. По правовому просвещению у нас заключается не только конкурс, мы проводим лекции, читаем в старших классах, учебных заведениях, среднеспециального образования. Это один из этапов именно просветительской работы, которую мы также обеспечиваем помимо надзорной деятельности». В следующем году в планах прокуратуры Ниньевского округа организовать конкурс сочинений для школьников более старшего возраста. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север.